Раз-два, раз-два, проверка микрофона, всем привет! Сегодня будем говорить про Insta360 GO 3S И это просто вообще мои первые впечатления Ничего не обзор, камера пришла буквально вчера Вот, и сравним ее с Insta360 GO 2 Потому что вот я ее уже продал, мне нужно ее отправить срочно Поэтому сейчас просто давайте сравним эти две камеры И давайте посмотрим вообще, что идет в комплекте Потому что я заметил какие изменения и вообще заметил изменения в самих камерах и в капсулах Вот, давайте начнем с Insta360 GO 3S и вообще, что идет в комплекте Я, кстати, специально заказал черную версию Почему? Потому что она меньше выделяется на одежде, не бросается в глаза До этого была белая, я не помню вообще в GO 2 была ли черная версия По-моему, нет, но я могу ошибаться Вот, собственно, теперь камера идет вот в таком форм-факторе Это у нас капсула, которая отсюда вытаскивается И сзади у нас есть экран, что на самом деле очень удобно Я тут ругался в прошлом обзоре, да? А сейчас попробовал, такой думаю, блин, а удобная штука на самом деле Не надо ничего никому телефону подключать Все сразу работает, все показывает Супер классно В комплекте еще есть у нас вот такая штука Это у нас крепление на шапке-кепке Они обновили вот этот пендент, Magic Pendent, как он называется Он теперь, во-первых, не болтается Видите, тут можно вот этот шнурок заправить вовнутрь вот сюда Я надеюсь, он сфокусируется О, вот сюда вот внутрь можно заправить шнурок Он теперь не болтается туда-сюда, как было в старом Вот, но все это, все такая же магнитная штука Но вот из-за вот этой вот прорези, которая в середине Этот пендент, липучка, не знаю, что это, магнитная фигня В общем, она стала немножко больше И последнее, что у нас различается Появилась вот такая штука по сравнению с комплектом Это стики базы, то есть лепить на всякие разные вещи Тут теперь есть вот такие же зажимчики Точно такие же зажимчики использует компания DJI На своих камерах Что же было у нас во второй камере Вот у нас сама вторая камера Она выглядит вот так То есть это такой типа чехол от AirPods И внутри у нас уже вот здесь вот Ну, я в обзоре показывал Внутри у нас находится сама камера По комплектации тоже так же три вещи Только видите, вот это вот у нас вот так болтается Но при этом, мне кажется, вот эта штука Она намного легче, чем вот эта новая Она прям вот эта новая Она вот не по ощущению, по весу Она риле тяжелая Хотите, давайте взвесим Я специально даже весы взял Смотрите, вот этот весит 16 грамм Он легенький такой по весу А вот этот весит аж 38 грамм Я не знаю, чего они туда напихали Но он риле весит 38 грамм То есть зато вот не болтается фиговина Это можно вот так вот взять Смотрите, вот так вот все это распутать потихоньку Вот я уже это все распутал И потом уже взять и повесить на себя Сомнительное решение на самом деле Я бы не хотел, чтобы вот эти все весюльки Они утяжелялись Зачем просто, непонятно И вот второе изменение На голову точно такой же крепеж А вот раньше в комплекте шла вот такая вот фиговина Вот смотрите, вот она под углом ставится И тут снималась вот такая штука И вот это вот эта липучая база Типа ее смачиваешь, обновляешь И можно лепить куда угодно Вот, а камеру уже ставишь вот в этот чехол Плюс ее можно было использовать Ну вот так вот, например, в руке держать Не знаю зачем, но можно было Теперь все это переделалось И выглядит вот так Такая вот липучая штука И можно под разными углами Тоже вот если посмотрите вот здесь вот, да Можно под разными углами камеру наклонять Вот, такие вещи Теперь самое интересное Вот эта камера, она реально по весу тяжелее Камера вместе с капсулем весит почти 140 грамм До этого вся эта штуковина весила 89 грамм То есть она была более компактная Но что я еще заметил Я заметил, что капсуль он более жирный такой Более широкий и он более тяжелый Но я очень надеюсь за счет этого Тут немножко победили перегрев Потому что, если честно, меня перегрев на Insta360 GO 2 немного запарил Я тут недавно видео снимал по Жаре В помещении И использовал Insta360 GO 2 И вот была проблема То, что я даже часть не смог дописать Потому что просто тупо камера перегревалась Надеюсь, что вот в этой камере Этих проблем нет Но об этом мы узнаем на самом деле в полном обзоре Когда я уже чуть-чуть с ней поработаю Там, не знаю, через недельки 2-3 Давайте ее тоже взвесим Итак, смотрите Вот этот капсуль весит 39,4 грамма А предыдущий у нас весил 26 грамм Ну, допустим, даже окей Плюс-минус 10 грамм там на креплении Потому что я очень люблю камеры использовать Вот сюда вот лепить И использовать эти камеры так Либо на кепку Ну, надеюсь, что эти 10 грамм Не настолько различаются И улучшения они, конечно В пользу новой камеры сработают Чем в пользу старой Но реально перегрев не очень Взял я 3S, кстати, если я еще не говорил На 128 гигов То есть, чтобы памяти было дофигища Поэтому тут есть различия с этой Потому что в этой 32 гига И постоянно мне не хватало 3S чем отличается от трешки Тем, что в ней у нас Можно теперь писать 4К То есть, по идее, должно быть лучшее разрешение Ну, вот определенно заметно Что вот эта вот новая камера Она немного жирнее Давайте я их вот так вот Одну к одному поставлю Она чуть-чуть шире И она чуть-чуть длиннее Собственно, это и все такие различия на вскидку Все, что остается нам сделать Это протестироваться И сравнить картинку в различных условиях Я, конечно, очень надеюсь Что обновление, оно стоит того Короче, вот, начинаем наше тестирование Две камеры Надеюсь, что мою руку не видно Но вот таким вот образом Я их просто поставил друг с другом Давайте сравним, где какое изображение Попробуйте отгадать И вот буквально через несколько секунд Я могу вам сказать, где какое Смотрите Слева от вас У нас Инста 360 GO 2 А справа У нас Инста 360 GO 3S Вот такой прикол Снимаем мы вертикально Что еще? А, еще непривычно То, что тут теперь по-другому Немножко расположены кнопки Я такой нажимаю на нее И думаю, к чему рекординг не идет А, в общем-то Вот, сейчас покажу Смотрите, видите Тут теперь вот эта красная мигающая штука Она внизу А раньше она была вот здесь Где теперь микрофон, что ли То есть раньше она была Вот, видите Теперь из другой камеры показываю Вот здесь вот Где С этим белым моргает Сейчас достаточно хорошее освещение На улице светло Хорошо Немножко тут Облаков Вот, по идее, можете посмотреть на стабилизацию И сейчас еще, знаете, что-то тестируем Возьмем Я взял с собой крепление для кепки И сейчас просто возьму эти две камеры Зацеплю на кепку И давайте посмотрим еще Как это все будет выглядеть на кепке Еще такой момент Оказалось, что у меня запись шла в 2,7К А не в 4К Поэтому вот теперь небольшое изменение И уже на кепке буду писать в 4К Давайте все это поставим И будем писаться И да, кстати, прикольно то, что на черной кепке Вот черная камера Она вообще не выделяется А вот белая камера Прям очень сильно заметна Итак На самом деле достаточно тяжело Две камеры держать на кепке И кепка Мне кажется Уже Немножко так Накренилась Вперед Вот Но Давайте в любом случае Все это Протестируем Я не знаю Бежать я не буду А вот Идти Да, реально Кепка, конечно Вообще Еле держится Вот Достаточно быстрый шаг И как сейчас ведут себя камеры Давайте посмотрим Одна из них снимает В 2.7К Потому что это максимальное разрешение Для камеры Инстариста 60 Гол 2 А вторая снимает В 4К При этом Послушайте Как меня слышно Почему это важно Потому что Камера стоит на кепке Как вообще Закватывает микрофон Вполне возможно Что это Новый стиль влогинга Просто Крепите камеру На кепку Разговариваете С другой стороны Скорее это Не стиль влогинга Скорее это Бэкстейдж Такой На эту камеру Можно снимать То есть Вы что-то Например делаете Вот на кепку Цепляете Снимаете Бэкстейдж Ну и давайте Еще одну сделаем Запись на улице Вот сейчас я иду Мимо Киоска с фалафелем Достаточно быстрым Шагом Вот давайте Посмотрим Как это все работает У нас сломался Светофор Ну как бы Ничего страшного Вот смотрите Как это все работает Это конечно Достаточно Все странно В общем Вот Так вот Хеллоу хеллоу Еще раз Настало время Выводов Что можно Вообще Рассказать О этих Двух камерах Что можно Сделать Из этого сравнения И еще Такой прикол То что я Успел Какое-то время Опа Здравствуйте Успел Какое-то время Попользоваться И я В принципе Уже сформировал Своё мнение По поводу 3С Поэтому давайте Быстренько Про это все Поговорим В общем Первый момент О самом Футедже Если посмотреть На картинку То мне кажется Что 3С Она Почетче Она реально Почетче И вот Обратите внимание На Деревья На детализацию Именно Вот За мной В этих тестах Мне кажется Детализация Детализация Вот детализация Смотрите Какая детализация Режая пришла Вот Детализация Намного Лучше В этой камере Но при этом Ну не то Чтобы прям Вот так вот Если присматриваться То есть Если прям Сильно Внимание На это Не обращать То В принципе Наверное Ну И Сильно В глаза Бросаться Не будет Картинка Второй момент И уже Про тесты Самой 3С Я какое-то Время Уже На нее Поснимал Что Важного Хочу Сказать Во-первых Пендант Он реально Более Тяжелый И просто Реально В сочетании Вместе С камерой Он как-то Вот так Больше Веса Здесь Тебе Дает Это Мне Нравится Намного Меньше Предыдущий Пендант Был Лучше Но при этом По-моему В этом Еще Можно Поворачивать Камер горизонтально И ставить Поэтому Тут уже Как бы Плюсы Минусы Второй момент Это вопрос Перегрева Камера Реально Работает Намного Дольше Мне кажется Что В моем Случае Я вот Случайно Вообще Как-то Один раз Камеру Без самого Кейса Взял Кинул В сумку И он У меня Случайно Случайно Включилась Сумки И проработала Наверное Полчаса Из моих Предыдущих Воспоминаний Двушечка Она у меня Максимально Отрабатывала 15 минут Потом Просто Разряжалась Батарея Она Вырубалась Тут 30 минут И потом Я еще Пару раз Смог Включить То есть В принципе Эффективность Намного Лучше Спасибо Что Посмотрели Это Видео Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Будем Со Следующим Пока